Сегодня мы собрались в Божий храм, иначе бы не собрались, если бы не память святого Филарета, митрополита московского Дроздова. Это один из выдающихся иерархов церкви. Стоит почитать его пространное описание жизни, потому что через него нам дастся к понятию весь XIX век. Это как раз человек XIX века. Александр I, Николай I, Александр II, это императоры, при которых он правил. Пережил все самые жуткие такие переломные события русской истории. Наполеоновское нашествие, освобождение крестьян, декабрийский бунт, освобождение крестьян. В общем, он предчувствовал будущее, грядущее на Русь, ну и так далее. Что нужно сказать, братья и сестры, значит, сегодня? Ну, что можно сказать? Значит, он в крещении был Василий. Вася – это такое простое сладкое имя для русских людей. У нас Ваня, Вася, Петя, как бы, значит, на самом деле, да, это царское имя в честь Василия Великого, как и патриарх Тихон был Вася тоже в крещении. Вот эти Васи, значит, имели своим покровителем Василия Великого. Имели к нему молитвенное обращение. А это вообще имя означает царствующий. Василевс – это царь. И в монашестве Филарет принял имя, собственно, с которым мы его знаем, Филарет. Он был сын священника Василия Михайловича. Папа его был Иерей, почтенный, уважаемый, и он в письмах своих выражал к нему великое сыновнее почтение, считая себя большим должником его правильного воспитания. Он был человек тихий. Как знаете, как пишется про Якова. Значит, у Исаака было два сына – Яков и Исаав. И Исаав был волосатый, сильный и такой буйный, и по полям бегал за зверьем, любил охотиться. А Яков был человек тихий, живущий в шатрах. И, как вы знаете, первородство, хотя и украденное, материнской хитростью восхищенное, оно пошло потом, благословение Божие, пошло от Исаака на Якова, а не на Исаава, на этого тихого, живущего в шатрах человека. Вот Вася Дроздов тоже был, в детстве был тихий человек. Он любил несколько занятий – играть на гуслях. Его научил папа музыкальной грамоте, и он, перебирая струны, играл на гуслях, как маленький Давид. Любил петь и играть. Любил играть в шахматы. Любил читать. Чтобы вы понимали уровень образования тогдашнего, при поступлении в богословский класс Троицергиевой академии, он должен был написать сочинение на латинском языке о существовании врожденных идей. Это Блаженный Августин, Декарт и другие философы. Значит, это на латинском языке. Надо было написать сочинение о том, существуют ли врожденные идеи. Наверное, не каждый понял, что это значит, что такое врожденные идеи. Это некие идеи, которые живут в человеке без материального опыта. Например, как математические идеи. Мы же никогда не видели, например, миллион коров, но мы знаем, что такое миллион. Мы никогда не видели миллион стульев, стоящих одно время, но мы понимаем, что такое миллион. У нас есть понимание вещей, которых мы никогда не видели. Это так называемые врожденные идеи. Вот идею Бога, идею бессмертия, идею нравственного возрастания Блаженный Августин полагал как врожденные идеи. То, что Бог вселил в нас, это не требует доказательств, как аксиомы в математике. И вот этот юный человек на латинском языке должен был написать об этом сочинение, чтобы поступить в богословский класс Московской Духовной Академии. Ну, для сравнения. У нас сегодня профессора и доценты философии, членкоры Академии Наук по кафедре философии, не напишут тебе даже записку жене, что я скоро буду, по латыни. А такие вещи они вообще не знают, о чём речь идёт. А тогда должны были мальчишки сопливые писать такие сочинения, чтобы поступить на богословские курсы Академии. В общем, это был человек своего времени. Потом ему пришлось служить в Петербурге, в котором он ошалел от того, что увидел. Маскарады, пышный век. Екатерина ушла, а после неё начались Александровская эпоха. И он, короче, как простой сын сельского священника, конечно, он был в ужасе от того, где ему жить пришлось. Потом он прожил петербургскую жизнь, был ректором Академии, пришёл на Москву и здесь 46 лет управлял московской кафедрой. Назвали его монашество Филаретом. В честь Филарета Милостивого, патриарха Александрийского, который жил, умер в первой половине седьмого века. Филарет Милостивый. Если вы про него слышали, я вам напомню, что Филарет Милостивый был женат, потом овдовел, уже дети были взрослые, его избрали за его большую образованность и доброе сердце патриархом. И он прославился как человек, чрезвычайно открытый ко всем нуждам человеческим. Александрийская кафедра была богатая, и он имел из чего благотворить. Он садился на паперти соборного храма каждую среду и пятницу, с утра до вечера, имея возле себя мешки с серебряными деньгами, и постоянно принимал просителей, разбирался с ними, разговаривал, выслушивал их, советовал, благословлял и щедро их одаривал. Два раза в неделю он посещал больницы и проводил весь день в посещении больных. Если ему за день не удавалось никому ничего сделать хорошего, накормить, одеть, пожалеть, утешить, он горько сокрушался о том, что день пропал, я потерял день. Вот во имя этого Филарета Милостивого Васю Дроздова постригли в монахе. Он еще в Троице-Сергиеве-Лавре, когда учился, прослался как проповедник. И тогдашний митрополит московский Платон, который сам был такой большой проповедник, например, Акафис Сергий Радонежский, который мы читаем, написал этот митрополит Платон Левшин. Он заметил в этом Василии Дроздове большой талант. И тогда еще, когда он был еще мальчишкой, а Платон уже был седой муж, он говорил, что я проповедую как человек, а он как ангел. И он его, так сказать, отметил и приблизил к себе. И вот назвали его Филаретом в честь Филарета Милостивого. Пожалуй, это может быть самое важное, что сегодня стоит сказать. Филарет всю свою жизнь проповедовал Евангелие. Он был очень большим любителем божественных книг, хорошо знал смысл божественного Писания, любил его, как пчелка, копался, ковырялся в нем хоботком своим, высасывая самый нужный нектор, и потом преподавал это учение людям постоянно. Вот это есть самая главная милость, которая сегодня нужна людям. Всегда есть голодные, всегда есть раздетые, всегда есть попавшие в долги, всегда есть немогущие расплатиться за какие-то свои кредиты. Такие люди есть всегда. И, конечно, помогать людям надо. Сегодня особый разряд милости для нас это найти правильных сборщиков и жертвовать свою копейку трудовую или пенсионную на то, чтобы купить термобелье, валенки, дрова, теплые вещи солдатам. Ну и там что-то еще нужное, то, что им нужно. Потому что зима. Зима в окопе, как бы это особенное наказание. То есть всегда нужно жертвовать деньги и прочее, прочее, прочее. Но вот самая главная милость. Кто сегодня Филарет Милостивый? Кроме тех, кто всегда помогает нищим и убогим, расселяет беженцев по квартирам, ухаживает за беспомощными стариками в домах. Представьте, волонтеры. Вы слышите про них? Видите, действительно герои. Это такие повседневные бытовые герои, которые не гнушаются человеческой слабостью и человеческой бедностью и жертвуют время своей молодой жизни не на поиски удовольствий, а на то, чтобы возиться с несчастными людьми. Это очень важные люди мира. Но кто еще сегодня милостивый, как Филарет? Это люди, которые проповедуют Евангелие, катехизаторы, преподаватели закона Божьего, журналисты христианских изданий, телеведущие, радиоведущие, христианских программ различных, всякого рода благовестники Евангелия, потому что гибель народу без Божьего слова. Если мы всех накормим, но никого не научим, мы пропадем пропадом. Это кормление будет не в коня корм. Допустим, мы всех раздетых оденем, всех больных залечим и всех голодных накормим, но никто из них не будет Бога знать и Бога благодарить, и Богу молиться, и все будут гнить в грехах своих. И что будет с того? Никакой пользы. Абсолютно никакой пользы. Языческая мудрость говорит, накорми, потом учи. Христианская мудрость говорит иначе. Если бы апостолы сначала накормили всех, а потом бы учили, до сегодняшнего дня бы никто не знал, что Христос воскрес. Потому что до сих пор еще не накормленных полным-полно. То есть язычники, ну как язычники, допустим, великие мудрецы, скажем, Конфуций говорит, накорми, потом учи. А апостол говорит, нет, сначала учи, потом корми. Потому что накормленный или ненакормленный, ты погибнешь, если ты ненаученный. Если ты не знаешь закон Божий, и не знаешь Бога, и не служишь Богу, и не кланяешься Ему, и заповеди Его пренебрегаешь, не знаешь, не исполняешь, то какой бы ты ни был, голодный или сытый, умный или глупый, с двумя образованиями, без единого образования, ты пропадешь. И других потащишь за собой. Поэтому учить нужно раньше, чем кормить. И сегодня голодных гораздо меньше, чем неученых. Ну вы сами знаете, да, что голодные есть. И там вот на вокзалах, например, там собираются люди, это без определенного места жительства, так сказать, бомжи по аббревиатуре. И там волонтеры разные, там кормят горячие пищи, в холодное время года и прочее. Все это есть. Есть голодные, их нужно кормить. Есть немытые, нужно их помыть. Есть завшивленные, нужно сжечь это вшивое трепье с них и дать им чистую одежду, помыть и одеть в чистую. Это нужно делать. Но если при этом люди не знают отчинаш наизусть и не слышат Евангелие, им не объясняют Божий закон, это все без толку. Поэтому самая великая милость сегодня к людям, это учить людей закону Божьему. Это говорить людям, что Бог есть, что Он не просто есть где-то, Ему плевать на нас, а нам на Него, а что Он есть здесь, Он рядом, и у Него есть к нам требования. Говорит, хочу, чтобы было так, хочу, чтобы ты сделал это. У нас есть к Нему молитвы и просьбы, а у Него к нам есть требования. Мы с Ним в союзе, у нас с Ним завет. Что такое завет? Ты мне, я тебе. Давай договоримся. Ты сделаешь это, а я тебе сделаю это. Ты выполнишь это, а я обещаю тебе сделать это. Это завет. У нас с Богом завет, новый завет в Господней крови, в крови Иисуса Христа. Вот мы пьем кровь нового завета, и мы договорились с Господом Богом через кровь Иисуса Христа, что Он с нами, а мы с Ним находимся в договоре, в завете. Он говорит, делай это. Хорошо, а ты мне что? Я тебе вот это. Прекрасно. Вот это вот делай. Хорошо, а ты мне что? Я тебе вот это. Это есть завет, это обоюдный договор, который скреплен не чернилами, но кровью Иисуса Христа Господа, единого безгрешного. И если люди этого не знают, то абсолютно бесполезно их кормить, лечить, одевать, обувать, причесывать и устраивать им всякие фейерверки, пикники и прочее. Это без толку. Поэтому самые милостивые люди сегодня, это те, кто учит других людей и себя самого, и детей своих знать закон Божий, исполнять закон Божий, и служить, и работать Господь со страхом и трепетом. Это и есть милость. В книге пророка Осии написано, что поскольку ты забыл закон мой, я забуду детей твоих. Отвержен будет народ мой за отсутствие боговедения. И как ты пренебрег закон мой, так я пренебрегу детьми твоими. То есть я тебя выброшу, и ты не нужен. И ты не нужен мне, и дети твои не нужны, потому что ты забыл закон мой. И священники виноваты, потому что с утра до вечера они не спрашивали, где Господь. Так написано у пророков. Священник с утра до вечера должен спрашивать, где ты, Господи, где Господь. Ищите Бога с утра до вечера, ищите Бога, и жива будет душа ваша. А если никто не говорит о Господе, и никто не ищет Господа, тогда все остальное, это просто мусор ненужный. Он сгорит. Как сгорают тонны мусора на мусороперерабатывающих заводах в этих всех газовых камерах. Сгорает мусор, мусор не нужен. Ну или перерабатывается, в лучшем случае. Так сгорают все дела человеческие, когда мы не ищем Господа. Потом Филарет был милостивый, но не потому, что он кормил голодных, как тот Филарет Александрийский, а потому, что он постоянно занимался поучением народа Божьего. Он никогда не служил без проповеди, причем он никогда не произносил экспромтов. Он всегда писал проповедь заранее. Однажды на выезде в деревне, служа в какой-то в селе, он решился сказать экспромт. Сбился, смутился, не смог докончить, забыл. Ушел в алтарь раздосадованный и с тех пор никогда не говорил экспромтов. Он всегда писал проповедь, поэтому его проповеди, собранные в книге собраний сочинений, они представляют из себя некий такой литературный труд. Они очень изящно сделаны, они очень красиво выписаны. То есть он не просто изъясняется, его читать не так уж легко современному человеку. У нас у всех с вами такой телеграфный стиль такой, знаете, как телеграма пишет, скоро будут, готов деньги, всем привет, а у него такие предложения по 50-60 слов с запятыми, с вводными, его нужно вчитаться. Но если вчитаешься в него, он будет очень красивый, и он очень сочный, он очень хороший, перфектный знаток священных текстов, и он каждый раз прикладывает что-нибудь из Писания к жизни и прям такие оды поет. Он великолепный проповедник. Сам он был роста маленького, тщедушный, хиленький, в чем-то как воробушек такой, в чем там душа держалась. Имел обыкновение в день съедать по одной просфоре. Все. Люди, которые не любили его, а не любили его огромное количество людей, его ненавидели с самой юности. Он очень быстро шел по карьерной лестнице, как будто невидимая Божья рука поднимала его. Игубин, архимандрит, ректор, инспектор, епископ, метрополит. Он взлетал, как ракета. Непонятно было, почему. То ли он какой-то сильно хитрый, то ли там есть какие-то странные дела. Странных дел не было, просто он был очень выдающийся человек. И он взлетал по этой карьерной лестнице, а его за это страшно не любили. Ну и говорили, что он съедает по одной просфоре в один день и по три протеерея. Его боялись очень. Он был очень жесткий. Он был жесткий, непримиримый иногда. Этот маленький человечек внушал ужас всему духовенству, потому что был очень последовательный, принципиальный и очень несгибаемый. Ну там много всего было у него в истории. Вот он был такой щуплый воробей, такой голосок у него был слабенький. В огромных храмах, таких как храм Христа Спасителя, скажем там, или кафедральные соборы, он не проповедовал. Он давал свою проповедь читать диакону. И архидиаконы своим громогласным басом читали людям эти его святые слова, потому что сам бы он звуком голоса своего наполнить храм бы не всегда мог. Ну вот я еще раз повторяю, что как пишут святые пророки Исаия, Осия и другие, Малахия, Михей, пишут, что голод будет на земле, голод слышания слов Господних. Люди будут скитаться с севера на юг и с востока на запад в поисках слов Господних. И у нас это в стране было не так до совсем давно, когда люди хотели бы, но не могли Библию достать, не могли прочитать Святую Евангелие даже. Был голод слышания слов Господних. И те, кто дают людям правильные и здравые основания жизни, они совершают незаменимое, неоценимое и большее дело милосердия, чем дела кормлений, одеваний, лечений и посещений. Это и есть сегодня великая милость научить человека верить, не дать ему попасть в секту какую-нибудь, какое-нибудь басурманство какое-то, защитить его словом истины, чтобы он, огражденный словом правды справа и слева, не склонился, не соскользнул ни в одну яму, чтобы он шел прямым путем и шел к Богу в Царство Божие. Те, кто делает это, это и есть самые милостивые люди сегодня. Те, кто пишет, говорит, преподает, учит и так далее. А потом уже вслед за этим, конечно, нужно больного лечить, солдату помочь, сироту защитить, вдове дать денег и утешить, голодного накормить, раздетого одеть. Это все, конечно, не отменяется, никуда не исчезает. Только нужно иметь в виду, что научить человека в вере самое главное. Вот мы сегодня имеем одного из таких начальников проповеднического искусства, который, да, он тайными нитями связан со всеми святыми событиями нашей истории. Например, прославление Серафима Саровского, это его дело. То есть Серафим не был прославлен при его жизни, только при Николае Александровиче, но Филарет был первый человек, который почувствовал, первый из иерархов, который почувствовал, что Серафим, несомненно, святая душа и что он такой святой из первого разряда. Все остальные не верили. И он потихонечку начал пропихивать, протискивать его святое житие в разные там издания, чтобы люди узнали про него. Он первый почувствовал. Он был очень осторожный человек, поскольку окружен был врагами и завистниками, он действовал очень осторожно и не спеша. Перестраховывался, плевал на холодное, чтобы не обжечься. Его жизнь была непрестанная хождение между капканами, как у любого подобного ему великого иерарха, ибо самые великие враги – это свои. Нет такого врага, как свой. Можно понять чужого, можно… Мусульманин тебя поймет, атеист тебя будет уважать, еврей снимет перед тобой шляпу, только свои подонки вырвут тебе яму, спихнут, похохочут, плюнут и закопают. Это известно еще по жизни святого Иоанна Златоуста, это известно по жизни миллиона других людей. Нектария Игинского, Луки Крымского, Николая Сербского, Филарета Московского – это по всем известно. Самые важные враги, которых стоит опасаться более всего – это свои. Поэтому спину своему не подставляй. Там, где ты думаешь, у тебя закроют, там тебя и ударят. Нужно быть осторожным. Он был осторожнейший человек. Он говорит, «Блюдите, как опасно ходить». И он осторожно ходил, как по минному полю, но при этом видел далеко-далеко вперед. Он понимал прекрасно, что Россию ждет жуткая, всесокрушительная буря, что буря, которая разразится вскоре, будет такова, что нас сметет с лица земли все, на чем мы раньше опирались, на чем гордились и на что надеялись. Он это прекрасно видел. При этом он не имел никакой силы остановить этот процесс. Он понимал, что Россия заходит в зону страшной турбулентности. Выживет, не выживет – неизвестно. Вот мы прошли через это все, выжили, слава Богу. Дальше непонятно, что будет дальше еще. В общем, если вам попадется какая-нибудь такая предметная литература, жизнеописание Филарета Московского, не пропустите, пожалуйста, поинтересуйтесь. Потому что он здесь рядом у нас, он в Москве, в храме Христа Спасителя. К его мощам можно поклониться, его гроб с мощами можно поцеловать. Он близкий к нам. Один из славных архиереев города Москвы. На московской кафедре было много архиереев. И очень редко на московской кафедре были какие-то бесцветные и бледные личности. Как правило, московскую кафедру занимали очень яркие, сильные, харизматичные, такие правительские, такие сильные люди. Начиная с Петра, Киприан, Феогност, Фотий, Алексий. И так далее, и так далее. Там были мученики, как Ермоген, Филипп, патриарх Тихон. Там очень сильные люди. На московской кафедре обычно стояли люди совершенно необычной силы. Один из них – Святой Филарец. Я бы очень хотел, чтобы этот святой был вам близок, чтобы вы почувствовали его. И потом возле гроба его хотя бы разочек помолились. Ну и вообще имели в виду, что у нас есть много земляков на небе. Поскольку мы воленс, ноленс, москвичи, жители области, приехавшие сюда из других городов и сел, живем мы здесь. Это наш богохранимый град. Это наш архиерей. Не только святейший Кирилл, наш владыка и святейший отец, но и все архиереи святые, которые были на этой кафедре до него. Это наш господин и отец. Названный Филаретом, потому что он совершал самую важную милость. Он проповедовал нелицемерно, нелицеприятно. Хочешь, не хочешь – слушай. Правду Божию, которая не все по шерсти, и на и против шерсти гребет. Правда Божия такая. Она иногда погладит, иногда даст подзатыльника. И вот эту правду Божию нужно проповедовать. Это есть самая первая, самая последняя милость, в которой нуждается современное погибающее человечество. Человечество погибает. И народ наш погибает. И человечество вообще погибает. Не понимать этого может только слепой или бездравственный человек. А спасение миру от Слова Божьего. И гибель миру от незнания Слова Божьего, от пренебрежения Богом, от нежелания служить Господу, воскресшему из мертвых. Вот такой, мне кажется, урок мы можем сегодня унести. Давайте еще, знаете, что мы поцелуем крест, разойдемся, послушаем благодарственные молитвы. Но еще давайте помолимся, как сказал Господь наш Иисус Христос, ученикам своим, жатвы много, делателей мало. Итак, молитесь Господину жатвы, да изведет делателей на жатву свою. Это совершенно актуальные слова, которые никогда не теряли актуальность, ни в один год, ни в одно столетие, ни в одной стране. Всегда жатвы больше, чем делателей. Всегда есть погибающие, голодные, чахнущие души, и всегда есть люди, которые, вернее, нехватка людей, которые могли бы их напитать, гладом гиблющие души. Надо попросить Господа Бога, живущих на небесах, чтобы Он вывел делателей на жатву свою, ибо это есть истинные филареты, истинные филареты милостивые. Аминь и Богу слава. Аминь и Богу слава.